Все в окон! Погнали! Ломался здесь. Не доехал до Новогорода 25 километров. Чуть машина не сгорела. Задымилась, загорела, еле потушил. Вон стою на платной дороге. Все уже разобрал, оторвалась тяга здесь. Ушел мост, короче, этот. Все ушла рама. Колесо начало тереться об эту штуку. Дым, огонь ночью здесь был. Еле потушил. Чуть сердце не остановилось. Жесть, короче. Я перепугался, у меня сердце чуть вообще не остановилось. Я просто чуть думал, все, крышка не. Ой, блин, приснись же такое, елки-палки. Что это такое было? Ну, эти колеса такой на месте. Жара, блин, да, где-то брить и марил немного. Вот это да. Страшное дело, не дай бог. Пойдемте глянем хоть колеса свои. Что там такое случилось? Так, колеса на месте, все на месте, слава богу у нас. Машина на месте, блин. Вот это да. Вот что бывает, когда жарко. Жара, блин, еще заснешь. Жесть полная. Здесь тоже все на месте. Все целенько. Все работает. Все отлично. Ладно, поспали. Поехали работать. Все, огонь. Заходимся в городе Ярославль. Сейчас будем заезжать. Ярославль. Смотрите, справа отбойник. Как его уже здесь зафигарили. Все. 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 Я этого жесть, конечно. Это, конечно жесть. Да, смотрим, чтобы мы отбойника тоже не... Видите, как мы проходим нормально. Не знаю, как так этот отбойник нам весь замяли, конечно. Город Ярославль. Ребята, Ярославль, огромнейший привет подписчикам, гостям, жителям. Всем-всем. Передаю вам привет и здоровья вам. Здесь такая табличка справа, ну, красивая. Ночью она так светится вот здесь, в Ярославле. Когда въезжаешь, ночью здесь очень просто. Красота неописуемая вам, скажу. Все. Сейчас мы идем. Мы едем в город Вологду, у нас впереди. Сейчас мы доезжаем до светофора. Поворачиваем налево на светофоре. Это мы уйдем на объездную, потому что мы через центр, через Ярославль не поедем. Он далко газует у нас по полной программе. Так, занимаем левый ряд. Включаем левый поворотник. Тренд, тренд, тренд. Поехали. Так, маленькая, давай там. Он не едет и не едет. А вот, спит что ли? И не обгоняет и не едет. А тут когда он уже обгонит нам? Все, пошел на обгон. Автобус, автобус. Автобусу жарко, среди, видите, сзади уже открыл капот. На улице нереальная жара для этого региона. Это очень жарко. Больше 35-30 градусов, 35-36 на улице, представляете. Вообще, очень-очень жарко. Я даже уже, видите, как еду. Майки уходим. Сейчас мы налево уходим и все. И так, едем мы в Вологду, держимся в сторону Архангельска, потому что у нас не только Вологду будет, не просто Вологда, а мы тоже по Вологодской обездной пойдем в город Сокол поедем. В город Сокол едем. Везем мы туда Мукалатуру. Там, короче, мы перегружаем Мукалатуру, грузим туда обратно опять груз, и мы оттуда выезжаем в город Санкт-Петербург. Вот у нас сейчас вот такой вот рейс. Ярославль, Вологда, Сокол и оттуда в Санкт-Петербург. Так что поехали. Огненный огонь. Так, вот мы ворачиваем и налево. Так, а этот чел здесь у нас? А, и девушка, девушка, извиняюсь. Девушка просто чуть-чуть так что-то... Не завершила поворот, надо было ей уже завершить поворот. Она, наверное, выигала там на красный, и, короче, потом поняла, что что-то не то сделала, видать. И остановилась прямо на перекрестке. Надо было уже завершить ей поворот и не дергаться уже. Ладно. Ей там виднее с ее колоколью там. Кстати, у меня будет розыгрыш. Я буду разыгрывать здесь две вещи. Почему две? Ну, вдруг одна вещь кому-то не понравится. Ну, будет вторая вещь. Может, вторая понравится кому-то. Ну, будет на выбор. Ну, короче, об этом, наверное, все будет в следующем видео уже. Какая вещь... Ну, может, у вас будут догадки какие-то, какой подарок я для вас приготовил. Ну, такой будет подарок для подписчиков. И для зрителей, конечно. Так что мы разыграем. Так что я подумаю, как это сделать. И мы сделаем это все. И вы напишите, как вы думаете, как лучше тоже разыграть. И может, у вас какие-то предположения. И что, что, что я мог бы вам подарить. Да что, ладно. Да я что, тоже много-много говорю. Ладно. Погнали. Следующее видео будем разыгрывать. Розыгрыш. Ой, расскажу про розыгрыш. Что будет и как мы разыграем все это дело. Так что все будет огонь. Поехали. Дорога ждет. Едем же здесь в Вологде. Новая Шнива. Без номеров, блин. Чел нервный. Такое едет. Он всех обгоняет, газует. Я купил как. Никак он не может обогадать. Никого не обогнать не может. Нервничать, нервничать. Ну, надо было покупать другой автомобиль. Короче, на что хватило денег, кто и купил, видать. Так что так. Уже извиняйте, у кого не вы, ребята. Ну, просто, правда говорю, что эти УАЗики, и что эти Газели у нас, блин. Почему не могут у нас сделать хорошие автомобили. Почему? Вот я всегда удивляюсь, да, вот так. Все мы можем, а автомобили не можем. Нас уже все переплюнули за теми автомобилями. Все уже делают более-менее нормальные автомобили. У нас как делали вот это 50 лет назад, так и делают. Ну, и 50 лет, потому что, ну, только облицовку поменяли сверху. Двигатель тот же. Мосты те же. Раздатка та же. Коробка та же. Как была 50 лет назад, так и это все и осталось внутренности. Чего в ней поменялось? Инжектор добавили. Да и что, блин. Инжектор там уже был уже давным-давно. Стеклоподъемники еще, наверное, добавили. И то я, наверное, делал доп. опцию, когда добавляют. И так же и жестоко. Греди он ярко. Давай, 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 газуй. Ну, давай. Они же даже вдвоем уже смотрят туда, на ту полосу. Смотрите. Видно вам? Уже и это голова. И они вдвоем смотрят на ту полосу, чтобы обогнать уже. Давай, давай. Ну, давай уже едь. А, да, да. Ну, блин, елки-палки. Что ж ты там? Никак он не этого. Ё-моё, блин. Да, видать. Купил новую, да ездит, наслаждайся. Это не правильно? Купил новую машину, надо ехать. Наслаждаться новой машиной. Прелестим природа вокруг. Ты же едешь на новой машине. Представляешь? Все. Зачем ее так? О, он едет опять встречку. Страшное дело. Такие они страшненькие, эти машинки. Я сейчас не говорю. Может, для деревни они нормальные там, конечно, да. Ну, в горке хотя ездят тоже. Вот, вот, и там фура не дает ему обойти. Здесь и семьдесят. И обгон запрещен. Смотрите. Ай, ё-моё, вообще все, изнервничался. Не как его там, ё-моё. Все, все. Давай, давай, выходим. Мы не пойдем уже на обгон. Впереди пост. А, впереди весовой контроль у нас. Ёлки-палки. Друзья, у нас впереди весовой контроль. Что мы делаем? Взбавляем скорость чуть-чуть. Здесь знак. Опускаем ось. Все, опускается нас ось. Сейчас мы проезжаем весовой контроль. О, есть. Жик-жик. Проехали. Весовой контроль проехали. Поднимаем ось. Все. Сейчас сверху будет там этот. Иди. Сейчас еще поправей пойдет. Все, прошли. Мы весовой контроль отлично. Ну, жалко. Там КамАЗ, правда, остановили. Но с плитами, с этими, со столбами шел. Походу, наверное, там перевес был. КамАЗ остановили переднюю фуру. Остановили всех. Остановили. Мы прошли. То есть, нас не остановили. Ну, так вот. Ну, жалко, ребят. Да, я не спорю, конечно. Да. Ну, вот так вот. Короче, мы прошли. Ну, что. Поехали дальше. Волок дождет. Ребята, красно-белая. Вам привет, там Челябинск. Красно-белая. Ой, бедолаги. У них 75, все. 70-75 они едут. Смотрите, сколько они километров тоже. Проезжают. Всегда 70-75. Все, у них, наверное, ограничения. Я даже не знаю. Красно-белая. Если вы там кто-то смотрите, скажите, как у вас там это вот. С километражом, ну, со скоростью 75, да, походу. Я затрую всегда вот. Вот, видите, 70-75. Все, крышка. 70-75. Максимум они 75 едут. Челябинск, номера Челябинск. Ну, они по всей России изгоняют, походу, я так понял. Ребята, привет вам. Удачи. Всем подписчикам из Красно-белая. Да вообще, всем подписчикам перед и привет. Давайте, давайте, погнали тоже. Красно-белая. Всем привет вам. Памятник здесь. Автомобиль. Поехали. У меня другая в магните работает. Магнит, привет. Привет вам тоже. Магниту. Пацаны, всем привет. Всем удачи на дорогах. Поехали. Всем желаю удачи на дорогах. Будьте внимательны. Потому что сейчас на дорогах жара. Люди перегреваются. Злые, агрессивные. Это жесть какая-то. Надо немножко быть. Чтобы огненный огонь был. Позитив. Вот, Великий Устьюк у нас 489. Мы туда пока не поем. Мне вообще было бы интересно летом поехать в Великий Устьюк. Попасть в Деду Морозу, конечно. Я зимой приезжал. Помните, я был у Деда Мороза зимой. Это зимой я был и в Марте. Вот я в Марте был у Деда Мороза. Ну, еще снег был. Мороз, да, нормально. Но мне было бы интересно летом попасть. Посмотреть. Что же там Дед Мороз делает за Снегурочка летом. Представляете? Все это Деда Мороза видели зимой, правильно же? Со Снегурочкой зимой. А летом его никто не видел. Что он делает летом? Чем они там занимаются? Траву косят или еще что-то, правильно? Его же никто не видел. Вот мне было бы интереса встретить его летом. Конечно, Великий Устьюк, если будет рейс, с большим удовольствием съезжу в Великий Устьюк, конечно. Поглядим, чем там Дед Мороз занимается с Снегурочкой летом. А может, они где-то на Мальдивах загорают, кто его знает. У них резиденция, где Великий Устьюк, у них резиденция. Вот Великая Устьюка, 12 километров у них находится. Это их крепость, их резиденция, как там назвать. Вот еще одна краса белая нам попалась. Они, наверное, вдвоем едут, или как, не знаю. Да, он нам мигнул поворотом, типа, ну там свободно, но мы ее не сможем обойти, потому что мы груженую идем. Нам надо расстояние побольше. Я никогда не рискую там, чтобы прямо впритык обгонять. Нет, расстояние было побольше, чтобы я уверенно, спокойно пошел себе на обгон, обогнал, и все, без каких-либо проблем. Да, что так. Ну, мы идем за ним, да, вот, 75, так, чуть-чуть, он, 75, 80, не идет. Ну, 75 уверенные такие. Ладно, здесь Вологдон недалеко еще, так что нормально. Вот теперь можно поехать. Видите, уже далеко свободно, никого нет, и мы тебе свободно можем обогнать. Спасибо, спасибо, красно-белая. Давай, давай, удачи тебе. Поехали. Все, видите, спокойно обогнали. И едем теперь спокойненько себе. Опять 85 себе идем, не торопясь, никуда не торопимся. Природа у нас шикарная, прямо шикардо. Смотрите, какая зелень, деревья. Просто очень красиво. Свежий-свежий воздух, наисвежающий просто. Едешь и балдеешь, короче. Поехали. Ну что, вот мы из Москвы заскочили на Вологодскую обездную. Вот Вологда у нас справа, это мы едем по обездной, мы едем, держимся Архангельска, потому что нам в Сокол надо. Вот Питерская дорога, Вологда-Санкт-Петербург, вот видите, идет трасса. Потом мы поедем, когда в Сокол, мы сейчас, потом мы когда будем ехать обратно, вот мы поедем по этой трассе уже в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, да. Так, уходе, видите, здесь она превращается в одну полоску, получается, обезьяная. Это направо уходит Вологду, а мы сюда уходим. Вот трасса Санкт-Петербург, Вологда-Санкт-Петербург. Так что мы, не знаю, куда поедем, но поедем. Короче, мы сейчас едем в Сокол, это я вам заранее так немножко показал дорогу, куда мы поедем потом. Потому что едем в Сокол. Санкт-Петербург, мы скоро вернемся к тебе. Думаю, уже, блин, когда мы уехали? Пятница, что ли, уехали? Что-то мы давненько уехали, мы уже... Все, ничего, среда у нас сегодня, среда. Пятница, среда, четверг. Пятница, среда, четверг. Хорошо, хорошо, я считаю, это, квоемая. Офигеть, пятница, среда, четверг. Нормально, я в обратную сторону уже пошел. Нет, пятница, пятница, суббота, воскресенье. Понедельник, вторник, среда. Шесть дней мы, да, уже шесть дней, короче. Шесть дней рулим? Сейчас мы пока туда-сюда, мы, короче, еще это... Нормально, нормально, все, поехали. О, нифига себе, они здесь расколошматились. Офигеть. Иди обозон. Это да, по-серьезному они там. Смотрите аккуратно. Соблюдайте дистанцию. Въехал он именно взадко, конечно, ну и все пострадали. Так, друзья. Ну, наша запаска знаменитая, на месте. Все четко. Огненный огонь, блин. Никто ее не крутит. Почему старая? Чтобы не украли новую. Такую бы мы повесили. Так, брызговик наш тоже на месте. Видите, медведь здесь нарисован. Волк же напал на брызговик, на этого медведя. Оторвал на брызговик, видите, следы от зубов остались. Вон, видите, какие следы от зубов. И как раз в эти дырочки я болтиками прикрутил брызговик обратно. Хорошо, я догнал волка, отобрал у него брызговик и все. Вон-то думал, это там медведь, понимаете. И, блин, набросил за на брызговик. Серьезы? Я ж не шучу. Солдат ребенка не обидит. Погнали. Все четко. Дорога нас ждет. Огненный огонь. Поехали. Ну что, сходил я в магнит. Затарился вон водой, затарился. С продуктами полную сумку набрал. Сейчас холодильник вытаскиваем. И складываем все. Поехали. Так, ну вот у меня есть сосиски, рыба красная, рыба зеленая. Вареная, шоколад, помидоры, огурцы, хлеб, сгущенка, яйца. Яйца вареные, яйца жареные, картошка пареная, картошка жареная. Победа, яблоки, бананы. Все, короче, у меня по полной браме. Затарено по полной браме. Так что, выезжаем. Жарко, запарятся немножко. Погнали. Все, копия, выброси стаканчик. Так, закрываем. Вот так, закрываем, убираем. И все. Все, путь дорогу. Садимся и газуем. Поехали. Что, выдвигаемся, путь дорогу. Вот магнитик. Вот я из магнитик. Затариваюсь. Это мы находимся в Вологодской области. В Вологодской области, город Сокол. Поехали. Санкт-Петербург нас ждет. Выдвигаемся. Так что, впереди у нас выходные. Длинная дорога. На улице тепло. Хорошо, погода просто шикарнейшая, можно сказать. Просто шикардос. Выдвигаемся, поехали. Пожелаем нам удачи на дорогах. Чего и вам пожелаю тоже. Поехали. Ребят, ну и, конечно же, я, как обычно, покажу свою воду, свой выходной. Говорят, когда же ты отдыхаешь, ты работаешь, работаешь. Мы отдыхаем тоже. Есть у нас выходные. Так что, поехали. Погнали на отдых тоже. Немножко покажу, как отдыхаю. Чтобы не думали, что всегда дорого. Я, короче, отдыхаю, я уже говорил. Я люблю природу, шашлыки, рыбалка, лодка. Все так, ну, по полной программе. Чтобы отдыхнуть, так отдыхнуть. За раками еще езжу. Кстати, ездил на рыбалку. Ну, за раками, конечно, тоже. Раньше там было много раков. Сейчас же все травят, травят этими электроудочками. Всякой заразы, всякой химии. Короче, и раки вымирают. Где я ловил раньше раков, приезжаешь в тот водоем. А там уже раков нету. Нет, так скажем. Уже все. И приходится уже, конечно, ничего делать. И, скажем так, приходится наслаждаться просто процессом. И все, да, да. Вымираемся, все, едем. Санкт-Петербург. Направо у нас ходит. Побывали мы в городе Вологде. Скажем ей Вологда. До свидания. Уезжаем мы в город Санкт-Петербург. Все, огонь. Пожелаю вам удачи на дороге. У нас предстоит впереди длинный-длинный путь. Поехали. Погода прекраснейшая. Природа тоже самое. Смотрите, какие красоты. Просто невероятные. Невероятные. Так, ну, у нас здесь ремонт дороги. Вообще здесь, конечно же, перекопали всю дорогу. И вот такие объездики. Жук. Он видит, вот там. Экскаватор роет, копает там. Ну, они трубы прокладывают под это, под дорогой. Дренажку, наверное, делают. Что-то дорога совсем закончилась. Смотрите, новую дорогу делают. Сняли все прямо до бетона. Здесь бетонка, плиты, плиты идут. Все, дорога закончилась навсегда теперь. Здесь что-то с ней створили. Здесь асфальт был. Офигенный асфальт был. Офигенный, офигенный, но хороший был. Что-то здесь какая-то понятелька. Вот это да. Всю дорогу они нам поломали здесь. Ё-моё. Деревика дорога теперь. Вот эта щебенка тоже. Я вам скажу, вот бывают острые концы. На колесо можно ехать. И взрываются колеса. Это острая щебенка. Бывает как булыжник здоровый. И острые углы. Все, колеса, колесам крышка приходит. Это я уже прошел. Я один раз как-то наехал передом. Ну, на скане у меня полоскание тоже взорвалось. А вот щебенка тоже. Вот это да. Едем, едем здесь потихоньку. Видите, как 20 километров прям. Потому что вообще просто нереально ехать здесь. Да, снизу плиты под асфальтом были. Они расширяют дорогу среди как. Как-то они здесь, это будет. Такая сборная солянка будет. Там они одну сделали. Здесь плиты. Там, короче, снизу как-то здесь у них непонятно. Ну, ладно. Посмотрим, сколько продержится эта вся кухня у них. Думаю, будет лучше, чем сейчас, конечно. В какое-то время, наверное. Я думаю, они реально расширяют дорогу. Посмотрите, она как была узкая, такая осталась узкая, главное. Какая была, такая и осталась дорога. Йоколоманы. Не знаю, что. Вот нормальная, хорошая асфальт здесь. Здесь вообще хорошая дорога. Вот это. Вологда, Санкт-Петербург. Вот, заберите, какой асфальт здесь. Это старая асфальт, это старая дорога. Отличнейшая, блин, дорога. Просто супер. Не, реально, вот хорошая здесь дорога. Они ее почему-то переделывают. Я думаю, они расширяют. Не, нифига. Ну, им виднее, видать там. Ну, вот где реально ямы, я вам показывал, где мы ездили в Великий Устью. Там еще где-то. Где у нас реально дороги нету. Где-то вообще просто. Вот там вообще просто ничего не делают. Ямы по пояс покалят. Ничего не делают. Где нормальный асфальт его снимают, главное. И переделывают. И опять нормальный кладут еще. И положат еще какой-то говнистый. Вот этот асфальт, смотрите. Нет, ни колеи, ничего. Он просто едет нормально. Ходите, грузовики ездят. И все ездят. Все машины ходят здесь. Нету здесь нормальной дороги. Сейчас положат новый асфальт. И будут потом каждый год его снимать. Каждый год будут они его колдовать с ним. Надо. Погнали. Пожелаю вам удачи в дорогах. Погнали, друзья. Дорога ждет, дорога зовет. Просто я, ну, раз его смотришь на этот идиотизм и удивляешься. Просто идеальный асфальт был. Чего он им там не понравился? Я не понял, короче. Денег некуда девать, что ли. Друзья, ну, конечно. Кому вы рады видео, ставьте классы, лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить колокольчик на колокольчик, нажимать, чтобы вам приходили новые-новые уведомления о новых видео. И желаю здоровья вам и вашей семье. И также удачи на дорогах. Погнали. Дорога ждет, дорога зовет. Работа у нас кипит. Огненный огонь. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok